Сегодня я опять в Майском, сегодня опять встреча у меня с Андреем Усовым, но в этот раз мы место встречи не меняем, договорились встретиться где и в прошлый раз. В этот раз мы приехали раньше и ждем его. И видим, что картина уже изменилась, тот зелен, который мы смотрели еще только всходы, уже поле очень красивое, справа пшеница великолепная. Хотим сегодня с Андреем проехать по маршруту нашего автобуса, где будет проезжать участник конференции и еще раз обговорить все детали. Ждем Андрея. Подъезжает. Лихо подъехал. На этот раз мы меняем традицию, не он дождет, а мы его ждем. Ну что, как вы? Какая готовность? Мы видим, что все изменилось после последней встречи. Как это догорел? Все, идете по плану, шеф. Отлично. А ты видишь, живет паутинка, это как раз таки полезно. Это призна. Если бы здесь работали химией, такой паутины мы бы не увидели никогда. У него нету тли, я вот это не вижу. Это кузнечик. Он же не пшеницу ест, он ест насеку. Нет, это нет, это как раз таки он не ест. Ну так, его никто не уничтожил этакетцидными обработками. Как впечатление от этого поля? Поле равномерное, чистенькое, пятнистостей нету, насекомые есть, но они не составляют проблемы на этом поле. Когда начинаем бороться с вредителями, когда это превышение экономического порога вредоносности, когда это явная угроза посеву, а тут не с чем бороться, потому что тут угрозы нету. Все сделано и так, природа есть. Ну есть он, я вижу, один трипс поработал, ну один это ж не, один поле не воин. Ну порога вредоносности даже нету, да? Да, нам даже, я помню, на лекциях профессор говорил, когда ты встречаешь одно насекомое, ты с ним не борешься, вот оставь его живым, да? Ну если ты уже, речь идет о поле, там о защите поля, то уже понятное дело, это уже защита поля. А так один, с одним борьбы не надо делать. Вот, поэтому поле красивое, зеленое, темно-зеленое, как, напитанное, да? Питание достаточно получила. Девять этажей в каждом колоске, ну то есть, скажем так, не самый максимальный урожай, но это достойный, да, средний урожай, когда совершенно ты себя окупаешь, получаешь, да, какой-то набавочку, прирост урожайности, прирост, как сказать, экономический прирост. То есть этого достаточно, да, для хозяйствования, для того, чтобы почва живой оставалась, а не убитой химией и так далее, механическими обработками. Вот, поэтому приезжайте на конференции, будем об этом рассуждать. Флаговый лист пока чистый, клопа в этом году, смотрю, меньше, чем в прошлом, он единичный. В прошлом году, вроде, взрослого, в это время, в прошлом году, больше было, в этом году, вроде бы. А, этих сколько? Раз, вот восемь рядов, а вот, смотрите, ну вот еще раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Чем дольше она зеленая, ну, пять, я вам пять бачу. Пять, раз, два, три. Чем дольше зеленая, тем больше цветов нарастет. Я думаю, три в среднем будет, двадцать четыре, то есть, двадцать. Судя по Агросоюзу, вы всегда считаете, начинаете с авто двадцатицей, то есть. Да. Поедем, посмотрим, посоветуемся, потому что маршрута может быть несколько вариантов, то есть на случай дождя тоже есть. Ну, просто, если так, мы поедем маршрутом, если мы поедем таким беспрерывным маршрутом, то, в принципе, мы все почти сможем посмотреть, если даже пройдет дождь, ну, просто надо там подъезжать, разворачиваться. То есть, доступ до того, что, в принципе, везде есть, там, такого, что мы хотели показать, то, в принципе, все увидим, при любой погоде. Андрей Петрович, у нас оптимист, видите, он мечтает про дождь. Правильно, дождь всегда нужен. Ну, варианты есть любые, и на случай дождя, да? Ну что, едем и едем. Поехали. Я думаю, всем, кто приедет, хоть будет дождь, хоть не будет дождь, всегда будет что посмотреть, особенно здесь. Поехали. Уленка, да? Да, цветоед. Уленка. И этот, тоже, что же с Антоном гоняет, то, конечно, конечно, будет. Мы опять на этом поле, на котором были в прошлый раз. Рапс. Вообще, оно все было усеяно этим. Ну, я не знаю, ну. Я просто, допустим, не... Я понимаю, что оно по-любому. Вот смотри, даже сейчас ее сколько, этой самой. Уленка, махата. Да, ну, ну, эти же есть, то есть... Стручки-то есть, я не знаю, сколько их... Насколько их меньше, насколько они уничтожат. И сколько должно их быть. Да. Ну, зато, смотри, сколько летает это всего. Да. Вот видишь, вот смотри, вот. Вот здесь вот, по идее, должны были быть стручки. Вот он, видишь? Да. Вот, а вот его нема. То есть, вот это вот влияние... Да, я понимаю. Ну, смотри, ну, если у него есть масса, есть этот самый... За счет даже массы тысячу силен, за счет питания, за счет этого... Конечно, если в идеале все, то, понятно, большой может быть недобор. Ну, то есть, я же не... Ну, первое, это у тебя вот опыт. Да. Это раз. Второе, этот самый... Ты знаешь, все понятие... Если взять дальше, потому что у вас посадки, смотри, а тут... Относительно. Тут его... О, смотри, вот смотри, вот смотри, тут, потому что там же от посадки больше его будет. Вот ты правильно говоришь, что все же идет с посадки, да, вот это... Вот смотри, тут... А здесь уже немножко другая картина. Тем не менее, все равно, видишь? Есть, есть. Есть, есть. Есть, есть. Есть, вот смотри, вот это же еще, подожди, вот это же еще будет стручок, вот это же будет еще... Нет, это будут, да. А вот есть вот такие, вот смотри, вот видишь, вот, которые уже отмены... Вот это... Интересно, они за счет, допустим, питания, они же могут добрать, то есть, или кормить все, или кормить вот это меньше, они могут же добрать за счет. Вот эта вот вещь, вот это вот, количество их, здесь, вес вот этого стручка есть. Как сидират, будет масса хорошая, а что там уже будет поедать? Не меня, тут еще и урожай убери. Учитывая то, что тут, кроме посева, никаких больше затрат не было, как вот, и эрбицидная обработка. Не, ну, очень много нараций, фундицидная и фундицидная. Честно говоря, когда я пришел, вот когда он зацветал, на каждом этом были цветоиды, на каждом цветочке. Ну, там, где я не трусил, везде практически, ну, мне так пока, может, я там не все... И какие твои, блядь? Поэтому я так, я так сразу подумал, ну, черт с ним. Потом приехал, вроде смотрю, вроде нет. Что-то есть, не все съел, да, не подавился. Ну, учитывая, что поле не обработанное ни эрбицидами, ни фундицидами, ну, вообще впечатляет, да? Ну, конечно, мы, вот если хорошо присмотреться, да, и так скрупулезно при, как сказать, при, я хочу сказать... Придраться. 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 То можно найти, да, там, и отсутствие стручков, и невыполненность, может быть. Но в целом, да, поле, которое взросшено без единого грамма инсектицидов, фунгицидов, если мы говорим про рапс, то это нонсенс. Это нонсенс. Такого не должно быть, по идее, да? Такого не может быть, потому что этого не может быть. Но мы видим, и я думаю, вот как, да, хозяин поля говорит, ну, если ничего не получится, будет сидират. Так с этого поля он еще и урожай соберет. Кроме того же, тут польза для почвы. Поэтому респект, просто респект Андрею Петровичу. Я все мечтаю попробовать так же. Ну, что-то, почему-то всегда страшно, да? Страшно отказаться от обработок. Чего-то боимся. Боимся какого-то недополучения урожая. А урожай сам вырос. Честно сказать, он растет. Ну, природа знает, что ей надо делать. Она и делает. Красиво. Трудно поверить, да? Трудно поверить, да. Это возможно. Невозможно, возможно. Да, говорит, что тут были аленки мохнатые, и на каждом бутоне был святоед. Следы их, конечно, можно найти, да, вот, отсутствие стрючков. Но, тем не менее, тем не менее, листовые пластинки чистенькие, зеленые, без дырок, ну, то есть, да, все есть, все есть. Вот если бы во время цветения не повредили святоеды, то, я думаю, тут прирост урожая был больше бы. Ну, все в наших руках, я так понимаю. Это как опыт, да, первый такой опыт. Я в дальнейшем думаю, он все сможет. И найти ответы на этот вопрос, и как. Переманить святоеда на другие поля. Увести их от рапсовых полей. Так что, все в руках природы, а нам надо у нее учиться. Вот то поле, на котором мы были в прошлый раз, уже колосится здесь пшеница. Ну, более подробно мы его уже рассмотрим. Все равно, видишь, он видно на эти, на водоразбрасывающие все равно остались. Видно, видно, да, вот это на водоразбрасыватель, вот она. Где он шел, вот эти вот волны. Уже пшеница колосится. И тоже без фунгицидов, без всяких инсектицидов, без ничего. Ну, вот следов опрыскателя я не вижу, ни одного. Да, в последний раз этот опрыскатель заходил в фазу кущения от обрабатывания. Первый раз заходил, когда вносили КАС. Там, не помню, когда только дало в поле заехать. И второй раз заходил, когда вносили страховые гербициды, приму. И все, и больше они сюда не заходили. Сейчас через недельку, две, мы уже. Это уже по цели? Будет. Целое поле. Это на 7-м? Она зацвела, но она не зацветет, она в июле. Ну, и спорцет как раз только будет в самом розаре. Он сейчас начинает, а то будет в самом розаре. Будут такие поляшки. Это подсолнечник в бинарный посев с спорцетом. С спорцетом. Вон видно, и спорцет. Посевим спорцетным способом, да? Да. И вот в самом розаре. Спорцетный способ посев. Вот сюда надо смотреть вот так в попере кредку. Да, да, да. Когда идешь по кредку, ты не поймешь, кажется, нету и нету. Да, да, да. И там нет, и нет, и нет. Открыла поперка, ну, да, да. Ну, видно, что, ну, закрываясь. Кугуруза посевена сплошным посевом. Тогда еще не было всходов. А сейчас. Приморосковый, вроде, ну, когда обрабатывают, нет. Ну, может, не знаю, может. Может, может, и гербициды все-таки. Не, ну, обрабатывали, я же, обрабатывали еще на той неделе, то есть было максимум 5 листов только выходило где-то, а так в основном 3-4 было. А вот смотри, вот, стой, 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 смотри, он, видишь, какие-то параметры, видишь, вот это обрызанное, вот это же кравчик. Как, это вот это вот обрызанное? Вот это кравчик, вот, вот, кравчик обрызанное, вот, вот, вот это, видишь, вот кравчик. Это что, вот так, он, 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 да, и залазит прямо наверх, и он, смотри, вот это что тоже. Алло, тут и есть кравчик. Снизу, я так понимаю, очень жёсткая ткань Зараза, вот он этого... Вот, смотри, что делает, глянь С краю всё это самое Да, ну хорошо, что туда, видишь А в середине нету, потому что Вон вот тут начинаются норки Уже вот тут были сначала Потом идёт веждача с норками Ну, точно, да В неделю будет красиво Возле трассы все останавливаются Оно будет всё Только-только ж, видите, только там отдельно Начинаю, вот это всё будет Да, ну то есть это... Ещё даже пчёлы на него не идут Ещё пчёлы сейчас на акации Как раз акации Оно как раз, скажу, акация заканчивается И начинается и спорцет сразу Это у вас конвейер такой Да, наша пасека в этом году А много вопросов после видео Как к вам прийти сюда с пасекой У нас, смотри, вот чтобы вы понимали Вот смотри, вот там будет стоять Пасека одна Это только на этом И две вот там вот Потом Три будут стоять вот там на тех 200 гектарах, так что тут... Андрей, это всё твои пасеки? Нет, у меня одна, у меня с 300 Моя будет стоять вот там под высоковольт Ну, пасечники, наверное, любят ваши поля Самое главное, что они же потом остаются Я же ставлю слово, кто приезжает Остаются и на подсолнечник Поэтому они потом ещё и подсолнку опыляют Основное Основное, ну это если там бывает И без фунгицидов Без инсектицидов Что сейчас в Украине говорят? На самом деле есть проблема Очень много сейчас препаратов И какое-то я слышал одно судебное заседание Что очень много в Украине сейчас гибнет пчелы Услышал, Андрюх, да? Очень много гибнет пчелы Ну это больше с рапсом связано Наверно с рапсом, я не знаю Но дело в том, что вот здесь вот Без фунгицидной, без инсектицидной обработки То есть, будем так говорить, мед Это экологически чистый Вот в чём нравится здесь Наверно пчеле А что говорят пчеловоды, Андрей? Что они говорят? Они говорят, они не боятся приезжать А дальше уже почти нет Видно холодок ему Не так ему тут А, да, тенёк, да? Ну да, видишь ему Да, вон ямки роблят на солнечной стороне Ну я вообще в этом году Что думал, боятся А вы часто встречаете бинарные посевы в своей жизни? Сейчас мы находимся на поле Подсолнечник и Люцерна Два в одном На этом поле мы были Когда только ещё сходы были Люцерны Подсолнечника не было, да? Где же там мы не отключили выйти Люцерн Вот смотри, вот на этот подсолн Вот уже вот это Оно ничего, он сейчас закроет и всё Он уже ничего не проходит А вот на тот, что там допустим позже Вот на этот уже Может оно Такого уже не будет Вот смотри, Люцерна Вот Люцерна на открытом И Люцерна на закрытом Видишь? Вот разница, смотри Вот То есть он если нормально Этот всё Она вот такая и останется Ну в крайнем случае вот такая будет То есть Он её придает и всё Ну да Сейчас у него, смотри Сейчас у тебя же Он в рост пойдёт Он же лопухами здесь закроет Она просто закроет Говорят, с таким количеством Компажинных остатков Так Ну а это что? Это что? Тот же самый Спорцет Не, ну это другое поле Потому что там сто Там сто пять гектар И тут двести двадцать Вот эти крапчики, да? Вот блин А что у нас их нет? Потому что мы же обрызгиваете А мы же обрызгиваете А мы же обрызгиваете Точно А мы же фунгицидами Инсектицидами Работаем А тут заповедник Заповедная зона А слышишь? А вот Ты рассказывал Биологическая какая-то Гадость есть Появляется Что крапчика убивает Да Сейчас вот я если найду Где-то дом А слышите как гудят? Да Да И пчелы видимо есть Вот смотри Я выкинул Блин Но я Не нашел этот Одев вторая его часть А вот Вот смотри Вот видишь Она его уже выъела Внутри Вот смотри Он внутри съеденный Видишь Ну просто я Ну наездник какой-то Но только я встречал Что еще Вот можно найти Вот так где дохлые лежат Вот можно найти Что там в середине Личинка еще То есть природа Является в пищевой цепочке К кому-то пищей Да То есть природа Сама балансирует Да его количество Да Интересно Голубая такая И этот самый Я как-то делали мы Я селил Я селил Я селил Я селил Я селил Я селил Вот это норма Что я селил Обычно из порцетто Вот она Вот такой он должен быть Примерно Это нормально Ему хватает А из порцетто здесь сколько посева? Ну в миллионах Получается Сейчас скажу Ну в килограммах Нет Ну в килограммах Вообще я обычно сею В килограммах Где-то 50-60 В этом очень много Поэтому я Все хорошее отдал Оборудование для посева седиратов Потому что Сначала была мысль Вот так как полтавские Лобцы как его фамилия Как фамилия? Тетрубаштенко Да Да В них впереди Тоже сначала Думали Ну там Вопрос в том Что Ну я думаю По точности посева Я думаю Что это немного Получим Потому что там конечно Я понимаю И ответ раз зависит Многое Ну то есть Разбрасыватель есть Разбрасыватель А что вы будете сеять? Ну В смесь седиратов Значит у нас будет входить Лен Лен Люцерна Фацелия Фацелия Амарант И вот недавно привезли Этот самый Доник Однолетний И Сорт Ну и плюс Падали Пшеницы Где то выйдет Такой Минимум Семикомпонентный Смесь Вот Михаилова Он складывается Вот Вот Эти два Матерсона А он На этих И вот так вот Складывается Не Ну Слушай А зачем он тебе складывается Если у тебя жанра Ну на всякий случай Если там где то Может далеко ехать У тебя же он на уровне жанра Ну да А я считаю классная штука Ты сам делал вот эту стадину Убирается одна операция Да Технологическая Посев То есть при уборке Основной культуры Сеем Сидиральную Тут Хорошо если вы Если в наборе семян Да это ж смесь Как правило Сеется смесь Семян Погромных культур И выбрать мелкосемянную Ну и среднесемянные культуры И составить такую смесь И посев одновременно с уборкой Ну среднесемянные я не рискую Вот Уборка Жадко Да Жадко снимает Колос Потом идет посев А потом идет Из хвоста Прикрытие Семян Прикрытие семян Половой И соломой И все Ну соломы там практически нет Да Потому что отчесывающая жадко Ладно Половой Но это все равно одеяло Правильно Это одеяло укрывает семена И семена находятся Прикрытые И вся влага Аккумулируется В зоне посева На поверхности Почвы Под шубой Половой То что надо Я говорю тоже оборудовали А это уже с обычной жадкой тоже оборудовано? Ну обычную мы используем В прошлом году использовали только на уборку пацели и на уборку ячменя, который с соломой, где мы собирали людям на паи на аренду оплаты. А так везде мы используем очес на всех культурах Ваша съемка хранится в ангаре, да? Да, а то они законсервировали ее или еще не до консервировали Так Еще никто не заграли, что эти диски Диски еще не мазали Как вам? Как вам? Он смотрит, учится А вы со мной спорите Вот вы всегда спорили Гладкое-гладкое надо колесо Вот человек сделал Видите? Он смотрит Ни с кем не спорит Но оно идет первое Идет все равно гладкое А это идет за это Видите? Клод сюда Это идет первое Это за ним как бы Убирает Ну скажем так Когда влажная земля Тоже оно колбасками отрезает Просто я уже посмотрел Надо чуть-чуть на одну шайбу сдвинуть Это раз Это очень узкое У тебя здесь вот это Надо чуть-чуть шире его делать Ну Может быть Не могли его настроить А потом плюнули Ну и Больше делал оборота Больше делал оборота Потому что 90 кг он нормально Вот 90 кг Вот Там Вот Смотри Ее поставили сюда А так сейчас она Сюда Сюда Лен там подсевает Тоже по идее Бывает 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 Ну что Мы объехали все Как вы Лена Отпечатления? Готов? Очень нравится Готов Информации для размышлений очень много С нетерпением Уже осталось чуть больше недели Да? Да Проведем семинар А потом отдых на уле Да Спасибо большое Было очень интересно Как всегда И я думаю Многим людям Которые приедут Будет тоже очень интересно До встречи Что здесь происходит? А попробуйте угадать Что здесь происходит Кто угадает? Кто угадает Тому приз На конференции Где Кто угадает Кто угадает Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну что, закончился еще один день подготовки к полевой практике лаборатории Наутил. Мы выходим на финишную прямую. Очень много таких завершающих работ. Все готовятся, все готовы встречать гостей. Последние штрихи побывали у Андрея. Андрей готовится в Агросоюзе на опытных участках. Мы пробежались, посмотрели буквально последние такие приготовления, прокосы. Где-то еще даже будет всевание покровных культур уже в растущую культуру. Я надеюсь, за эту неделю мы еще, может, даже всходы увидим. В общем, все идет по плану. Все ждут гостей с большим удовольствием, готовы их принимать. Итак, друзья, до встречи на лаборатории Наутил полевой практики в Майском. Ждем вас всех!